Боец из города Чайковский, ему 26 лет, рост 184 сантиметра, вес 79 килограммов, 200 граммов, профессиональный рекорд, два боя, одна победа, одно поражение, Григорий Мальцев! Игорь Кулбаев! Его соперник в красном углу, боец из города Екатеринбург, ему 26 лет, рост 196 сантиметров, вес 78 килограммов, 850 граммов, представляет бойцовский клуб Архангел Михаил, дебютант профессионального ринга Никита Козлов! Рефери Игорь Кулбаев! Да, сейчас спортсмен на середину Внимательно слушаем мои команды, проведите красивый бой, желаю обоим удачи, пусть победит сильнейший по углам Ну что ж, сейчас начнется поединок, а я хочу представить, в общем-то, людей, которые будут вместе с вами смотреть этот вечер и комментировать для вас, Алексей Уралиц, это я Александр Камельков, добрый вечер И с нами также Валерий Ефремов Достаточно существенная, кстати, разница в росте у бойцов, 12 сантиметров Никита Козлов довольно высокий боец для этой весовой категории Ну и приличный вес, где уже удары достаточно мощные Всего у нас запланировано 13 поединков, также в рамках турнира будет разъединена четверка весовой категории до 77 килограммов И поединок начинается в синих перчатках и синих шортах у нас Григорий Мальцев И, соответственно, в красных шортах и красных перчатках Никита Козлов Никита сразу же забирает центр ринга Ну, исходя из того, что он выше ростом, наверняка у него длиннее рычаги Имеет смысл ему работать на дистанции Пошел Никита вперед В инсайде обменялись ударами коленями бойцы Так отогнал все-таки Григорий Мальцев Никиту, но продолжает Никита прессинговать Но пока что с точки зрения ударов, точнее Григорий, несмотря на то, что находится под давлением А вот и байк из от Григория Мальцева, кстати говоря, очень неплохой Колено в корпус заряжает Григорий Никита Козлов пока что идет вперед с малым количеством ударов Да, оказывает давление Пропускает сейчас Никита Козлов разворачивается с соперником Мальцев К канатам Хорошо сейчас попадает Мальцев Продолжается работа в инсайде Видимо комфортно бойцам на ближней дистанции Не пытаются они разорвать Встречает сейчас Мальцева Козлов И хороший удар В грудь и два боковых точно доходят до цели Да, Козлов вернул пропущенные удары Ребята ведут бой от ситуации Я чувствую, что стратегии не чувствуется Нет подготовки к атаке То есть четкого плана на бой нет Но он видимо есть Ну вот предположим Никита У него рычаги длиннее Вот почему он и пропустил Вот несколько ударов Там вот удар сверху пяткой он пропустил И удары руками Потому что он среднюю дистанцию Очень медленно проходит Хотя он должен или с дистанцией работать Если уж в ближнем бою А то он неплохо кстати клинчуется Работает коленями Надо просто быстрее проходить Вот эту среднюю дистанцию Ну да, у нас работа в клинче Очень активная Либо работает с дальней, да? Да, ну вот сейчас в клинче фактически у него бы отдыхают Кстати, бойцы сами утверждают, что они в клинче работают, как правило Ну вот здесь, по-моему, такая прям работа Ну да, колени вставляют активного бы бойца Первый раунд позади Валерий, как оцените первый раунд, ваше мнение? Ну самое главное, мы увидели желание победить То есть ребята не отстаиваются Ведут бой Ну а все остальное опыт В общем-то я так и думаю Цель подобных мероприятий Чтобы ребята набрались опыта И в конечном итоге стали звездами Ну в общем-то, я думаю, желательно У него отдыхалочка уже подсела Понял? Все, и после вот этой контратаки туда еще руку засунем Первый раунд ничья Понял? Ну местом отдадут, имей ввиду То есть так нормально ты как бы это Выиграть, выиграть можешь Все, все это самое Коленочка засовывает Линчик, колено фуи Итак, второй раунд Поединке Григория Мальцева Против Никиты Козлова Оба бойца представляют России Весовая категория до 79 килограммов Пошел в атаку Козлов, но вот сейчас Мальцев перехватил Ну вот Никита как раз вот сейчас атаковал С длинной дистанцией И практически у Григория У Мальцева не было шансов Он не смог ничего противопоставить Но потом Никита завалился Упал на него Ну здесь ничего не было, я думаю Никакого нокдауна В материи равновесия Ну на ногах надо стоять Это логично Да И вот Отменялись Один-один Вот это красивее падение было Но за это, я думаю, судьи не дают баллы Другой вид спорта Продолжает прессинговать у нас Никита Козлов Ну вот Никита видно, он умеет работать коленями Но почему-то один удар нанес А вот второй Отлично На выходе из клинча, да, пробивает боковой И Зубов подсказывает Отличный лоу-ки Никита, кстати, почаще работать коленями Согласный с нами его тренер Причем Никита видно, бьет мощный лоу-ки Он взъемом бьет А Григорий Вернее, голенью бьет А Григорий бьет взъемом стопы И поэтому он не такой жесткий удар Вот сейчас хорошо Козлов зашел с ударами на ближнюю дистанцию Такое ощущение, что Мальцев немножко подустал уже Обмениваются ударами коленями, немножко грязи Цель оправдывает средства У Козлов пока что активнее с точки зрения прессинга Но по попаданиям я уже не уверен Продолжается у нас поединок на ближней дистанции Оттолкнул Мальцев Козлова Вот Хороший фронт Никита умеет бить прямые удары ногами в корпус Но периодически все время сгибается и тянется рукой Но вот сейчас атака Никиты Козлова Попытался выходить, он встретит Мальцев Пропускает левый прямой голову Попытался сейчас встретить лоу-киком Не получилось Но во втором раунде Конец боевого отрезка поактивнее Козлов, хотя вот сейчас попытался сконтрить Мальцев Мальцев настолько контрил, сколько атаковал Чтоб перехватил инициативу Традиционная подсечка Хороший кувырок через голову В обратную сторону от Никиты Козлова Активизировался Григорий Мальцев в концовке раунда Понимает, попадает Да, колено навстречу еще одну от Козлова Причем точно туда в подбородок зашли удары Второй раунд позади Ну, мне кажется, во втором раунде поинтереснее, да, смотрелся Козлов все-таки Повеселее Да, да Он был агрессивнее У него, самое главное, тяжелее удары были Хотя периодически Григорий вроде бы контратаковал Но его удары, мне кажется, меньше ущерба приносили То есть по тоннажу тяжелее удары Да У Козлова Ох А вот если бы совсем еще поточнее, то да Было бы тяжело, наверное Ну вот, не зря же тайцы называют Тайский бокс-бой восьмируких Вот Козлов выше гораздо находится У него колено находится Вот сейчас была ситуация в клинче Колено, наверное, находится рядом с печенью Вроде бы удар туда Нет, он сверху упускает руку Наносит рукой по печени И при этом пропускает удар в голову Тогда проще было заблокировать Именно голову перекрыть И ударить колено по корпусу Посмотрим в третьем раунде Как будут развиваться события Возможно, были какие-то Да, скорее всего, были какие-то корректировки В перерыве между раундами И в углу гимальцев Вот даже вот эти начальные все действия Показывают, что Козлов с дистанции гораздо опаснее И зачем он сваливается вот в этот клинч Да, он может просто разбивать с дистанции Да, 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 да Но он сейчас чуть-чуть завалился Преимущество в росте нужно использовать Да, конечно Иначе зачем оно вообще Ну вот здесь надо было, конечно Более неуступным, кстати Прошел кик от Козлова И опять у нас бой высадил Попытка супермен панч нанести Но дистанция неправильно была выбрана Слишком близко Вот, вот длинные рычаги Длинные рычаги Надо их использовать И, в общем-то, Григорий сам повернулся под удар В общем-то, вины Козлова здесь абсолютно нет Опять пролетел Вот сейчас колено опасно То есть, если ты залетаешь в инсайд, то работай колено Конечно Если все-таки хочешь дистанцию Там был момент, когда мальчик на встречу бил Не дотягивался, прям было видно А Козлов в этой же дистанции доставал соперника Да, ну вот сейчас здесь надо Опять же Здесь надо было или левый прямой Или джеб кинуть А потом бы и правый прошел Он сразу с правого пошел На месте руки Да, Козлова Вот, нарвался Пошел вперед с опущенными руками Благо Григорий Бекфис бьет не на взрыве Нет динамита в его ударе Как бы мог его его порой Точный удар, жесткий Бекфистом, страшный идеал Хорошо попал сейчас Ну вот, собрался вроде ногой бить Придержал и решил вот такую сложную штуку сделать Более энергозатратную Так, ну у нас сегодня плавно Все перетекает вечер, акробатите Зато зрелищно Вот и все Вот работа длинной рукой Да, передней Если кто не знает Вообще в единоборствах В боксе, в тайбоксе, в кикбоксинге Есть профессиональная термина Дальняя рука, передняя рука Поэтому не удивляйтесь Если кто-то впервые Посоединился к нашей трансляции Соответственно, задняя нога и передняя нога Это тоже нормальный профессиональный термин Имеется в виду Передняя не у человека, а в стойке она передняя Да, да, соответственно Все же самое про руки А стойки бывают правосторонние или левосторонние Школа бокса Да Тем временем у нас третий раунд подходит к концу Активизировался Козлов Ну, не понимаю я, почему он не выходит из инсайда Согласен я с вами, коллеги Попытался забрать концовку Мальцев Но... Ну, мне кажется, он ее забрал Он не просто попытался И что нужно отметить Ребята, видно, молодые Но у них хороший арсенал Другое дело, что это все надо довести До ума, да Может быть, они просто подгорели чуть-чуть И немного не смогли сконцентрироваться Но... Тем не менее, желание они за счет своего желания Публику разогрели Да, вот этот бэкфит Немножко пролетел там с ударом Мальцев А вот джеб как раз, да Вот он собрался Вот сейчас коленом был уместный удар Он его вроде приподнял, поставил на место Ну что ж, а мы ждем решения судей Уважаемые дамы и господа В этом бою победу единогласным решением судей одержал Никита Козлов Наши поздравления Никите Козлову И уважения Григорию Мальцеву